Минувший ночью глава Самары Елена Лапушкина работала в поселке Мехзавод, где встречалась с жителями частного сектора СНТ «Салют» и домов 11-го А-квартала. Здесь отключили электричество из-за повреждения кабеля. Как отметила глава города, специалисты обнаружили место повреждения. Ведутся ремонтные работы. В ближайшее время кабель будет восстановлен. В Самаре продолжается расчистка дорог от наледи. Рано утром городские службы благоустройства работали на пятой просеке. Привели в порядок междворовые проезды и тротуары. В этом году в Самаре будут работать 128 бесплатных катков. Они откроются на площадях Славы и Куйбышева, на набережной, в парках и на территории образовательных учреждений, а также во дворах, сообщили в администрации города. Их адреса опубликовали на сайте мэрии. В следующем году в Самаре продолжат благоустраивать дворы по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в городской администрации. В Самарском районе обновят шесть дворовых территорий. По адресам Чапаевская 60 и 127, Садовая 90, Фрунза 25-27, Алексея Толстого 70-72 и Степана Разина 51. В Самаре 13 декабря завершается речная навигация. Это связано с ухудшением ледовой обстановки и становлением ледового покрова реки Волги. Сюда на воздушной подушке начнут ходить из Самары в Рождество при установлении устойчивого ледового покрова на Волге. Как уточнил перевозчик, ориентировочная дата – 15 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управление МЧС России по Самарской области призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности ограничить прогулки на свежем воздухе. В России, по данным экспертов рынка, у дилеров скопило 175 тысяч нераспроданных китайских машин, сообщили специалисты специализированного аналитического агентства. Однако переизбыток предложения вряд ли приведет к существенному снижению цен. Между тем, китайские компании в 2024 году планируют продать в России более миллиона легковых автомобилей. По данным аналитического агентства, в нашей стране продаются автомобили почти 60 различных китайских марок. Стоимость путешествий в 2024 году может подорожать на 5-30% в зависимости от направления. Рост цен на туру связан с мировой инфляцией, говорят эксперты Ассоциации туроператоров России. Летом лидировать будет Турция, зимой – Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Египет тоже удержит лидирующие позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова